Да, хорошо, Павел, я тебе слово. Спасибо большое. Более сотрудником на данный момент музея «Кунсткамера», музея антропологии и этнографии Петра Великого в Санкт-Петербурге. Занимаюсь историей Арктики, это мое основное управление деятельности. Как история, причем достаточно, что у нас уже в широком таком диапазоне, меня интересует и современные истории в плане антропологии, жизни на полярных станциях, на Фарктике, на Антарктике. Ну и там пошли, соответственно, в обратном порядке. 30-е годы, несколько таких достаточно серьезных работ у меня было написано. И в целом мы делали историю Арктического-Антарктического института, большая работа, двухтомник издали. Ну и если совсем уже так в древность углубиться, моя любимая тема, конечно, это почь, что собой представляло это судно. Поскольку я сам скорее такой архивист, историк, в общем, работал в Российском государственном архиве древних актов с документами, Якутской приказной СБ, где лежит достаточно большое количество документов о мореплавании. В основном на северо-востоке Азии, там Чахотка, Якутия, вот этот район. В меньшей степени, кстати, занимался мангазийским вопросом, был историк Вершинин, такой Евгений, он, к сожалению, умер. Не так давно, вот он как раз обрабатывал документы сибирского приказа, где как раз такая вот богатая история лежит в Мангазии. Мы как-то делились тут сферой интересов. Но, тем не менее, все равно эта тема меня очень интересует. Вот здесь же этот коч самый использовался очень активно. Вообще, чем дальше этим кочем занимаюсь, тем больше вопросов возникает, несмотря на то, что мы недавно книгу написали на четверых. Об этом куча и куча нового материала туда собрали. И новые представления некое есть об этом судне. Но, тем не менее, вопрос совершенно уменьшается. Их, наоборот, ощущение, что мы просто двери открываем какие-то, а дальше какая-то бесконечность тянется. Ну, вот нужно построить этот коч в конце концов. И я думаю, что как раз таким экспериментом масштаба Турахи Ирдала, Тима Северина многое прояснится. Вот, я думаю, что это такой вот коч, исторический эксперимент в чистом виде, в темально чистом виде, необходимо поставить. Ну, а теперь к теме нашей, значит, сегодняшней лекции, наверное. Вот, как ее построим. Значит, сначала я немножечко, может быть, даже так ломано расскажу, потому что я сначала подумал, вот, рассказать там историю Мангазейского морского хода, там какие-то этапы. Думаю, ладно, не буду это делать. Вот, просто на самом деле есть очень интересный документ о Мангазейском морском ходе 17 века. Это первый источник и чуть ли не такой не основной базовый документ. Я предлагаю его просто прочитать совместно. Это будет крайне полезно, потому что там куча-куча прям мелких всяких деталей по Мангазейскому морскому ходу для того, чтобы прочувствовать себя в 17 веке. Потому что я считаю, что то, что мы сейчас будем делать, это очень серьезный исторический эксперимент, и чтобы в него вжиться, нужно читать и знакомиться именно с документами 17 века. Поэтому вот начнем с этого, наверное. Вот, а дальше немножечко расскажу о том, что нужно делать в ходе этого эксперимента, что хотелось бы, чтобы было сделано в ходе этого эксперимента научного. На что нам нужно обращать внимание и что нужно фиксировать. И здесь, я думаю, что вторую часть мы поделим с Евгением напополам. Это, конечно же, основной отчетный документ любого судна, любого корабля. Это судовой журнал «Принципы уведения», Евгений расскажет. А я расскажу, добавлю о каких-то таких ключевых направлениях, которые хотелось бы, чтобы были зафиксированы в ходе вот этой экспедиции. Так, ну и, соответственно, идем дальше. Мангазийский морской в ход. Сейчас я попробую тут раскрыть экран. Поделиться. Ой. А, ну вот, да. Видно карту, да? Видно. Ну вот, это, конечно, совершенно такая очень любопытная история. Мангазийский морской в ход – это, ну, начало Мангазийского морского в ходом мы не знаем, когда он появился. Он появился, вот, скорее всего, это какие-то там начало его, еще, может быть, даже 15-й век. Вот, думаю, что в середине 16-го века Мангазийский морской в ход уже вовсю эксплуатировался, вот, с путем через Канин и Ямал. Ну и, соответственно, 1619-й год, Мангазийский морской в ход закрыт. Почему закрыт? Потому что, значит, история как у нас вообще развивалась. Ну, вот, соответственно, великие графические открытия 90-х годов, 15-го века, открытие Нового Света, там, Колумб, все дела. Ну и, соответственно, появилось представление, что вот это, соответственно, идти к Китаю можно достичь не только плывя на запад, но и можно на восток. Соответственно, на восток не только южным путем, но и северным. Вот, появилась идея северо-восточного прохода. И, кстати говоря, вот одной из первых таких, одним из первых, кто зафиксировано предположил возможность достижения Китая, плывя на север и на восток вдоль побережья, там, выйдя из Двины, был Дмитрий Герасимов. Сделал это в 1525 году, вот, ездил с посольством, значит, веку князя Иоанна Третьего в Ватикан, разговаривал с папой Климентом Седьмым, там договаривались против турков. Ну и, соответственно, там его, там, достаточно подробно опросил местный клирик Павел Йови, такой был Джови, там по-разному пишут его фамилию. И, вот, соответственно, Дмитрий Герасимов, ну, вообще-то, такой, достаточно просвещенный человек был, очень много чего рассказал, и Павел Йови за ним записал целую книгу, фактически. В этой книге, вот, он написал, что, вот, значит, Дмитрий Герасимов рассказывает, что если плыть из Двины, а потом повернуть направо и плыть, 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 то можно приплыть в Китай. И, вот, после этого, как раз, рассказа, видимо, очень, как бы, он подстегнул интерес европейцев к северо-восточному проходу, и началось большое количество экспедиций, начиная где-то с 50-х годов, 16-го века, сначала англичане, а потом где-то там, ближе к концу 16-го века голландцы подтянулись. То есть, много было таких экспедиций, ну, вот, десятка-полтора, как минимум, вот, ну, и все они были, кстати говоря, неудачные. Неудачные в чем, в каком плане, ну, не прошло, разумеется, такой Китай, и, более того, все экспедиции остановились около Вайгача. И, собственно говоря, дальше за Вайгач, либо там на северной земле Барин суплый разочек, вот, и там замерз, неделю вернулся, ну, сам погиб, а там оставшиеся остатки экспедиции возвращались потом с большими проблемами. Вот, либо они где-то застревали в районе Югорского шара, чуть-чуть, может быть, углублялись в Карское море и обратно возвращались. При этом те же самые европейцы неоднократно отмечали, что вот идут лоди, караваны и уходят дальше туда, в сторону обид. И почему-то вот европейцев это удовлетворяло, ситуация, они считали, что миссию они свое закончили, выполнили, нашли путь на опе и заворачивались и плывали назад. Ну, обе никто не достиг, реально. При этом, вот, собственно говоря, наши мореходы это делали достаточно изрядным умением. Вот, в чем была причина? Ну, предполагаю, конечно, причина была чисто технологическая. То есть, самый коч, инструмент, который позволял как раз достичь АБИ. Ну, вот, у европейцев хорошие, в общем-то, корабли, но они приспособлены для магистральных водных путей. То есть, куда-нибудь пойти, наверное, там, в сторону Нового Света, это да. А вот тащить через Волок такой корабль, ну, как бы, очень тяжело. Поэтому, наверное, как раз коч, который резко появляется прямо на рубеже 16-го, 17-го века в актовой документации, прямо буквально из ниоткуда, потому что до, там, 80-х годов 16-го века коч нигода нигде не упоминается. Это очень удивительная вещь. Специально просмотрел все летописи путем поиска. Сейчас это возможно, ни разу ни в одно летописи коч не упоминается. Никакие 12-е, 13-е, 14-е, 15-е века, ничего такого про коч нету. Вот он резко появляется. Видимо, это некий такой инструмент, который был, ну, может быть, даже изобретен, как-то доработан. Ну, мы этого не знаем точно. На основе существовавших типов судов, скорее всего, лоди. Может быть, упрощенная, может быть, облегченная версия лоди. Это мое предположение. Не знаю. Вот, соответственно, вот с помощью этого инструмента, соответственно, можно было преодолевать ямальские волка, а не ходить вокруг Ямала. Поскольку льды, поскольку тяжело, поскольку там можно было замерзнуть. Вот. Ну, и, соответственно, все равно европейцев все это чрезвычайно интересовало. И к 1611 году появилась вот эта карта, которая сейчас у вас на экране. Это карта авторства Исаака Масси, итальянца, который уехал из Италии потом в Голландию. Ну, какой-то торговец. Жил в России как раз в смутные времена, с начала 17 века, когда там все эти лыжи Дмитрии случились. Ну, и где-то там, видимо, вот чего-то такое, какую-то информацию очень сильно интересовало его и сочинял эту карту. Если ее внимательно разглядывать, то эта карта, чертеж, скорее всего, перечерчена с каких-то русских источников. Поскольку здесь все названия русские. Без исключения. Тут нету никаких европейских названий, нету голландских названий. Соколья-Луда какая-нибудь. Большой Барандей, Барандейская Губа. Ну, я не знаю, куда угодно. Долгий остров. То есть, Матфеев остров в 1611 год. Новая земля, тут даже маточкин шар есть. То есть, вообще уникальная вещь. Но если еще внимательнее посмотреть, то на самом деле эта карта, это вообще полный шпионаж был. Это шпионская карта, на которой нарисован как раз полностью весь Мангазийский морской уход. От Архангельска. Вот он, Архангельск. Дальше Канин. И вот он, Чешский Волок. Вот полосный. Это Промой тот самый. Промой. Вот он. Вот он, Промой. Он даже есть здесь. А это Тотца. Это Чеша или Пеша. Не знаю. Ну, то есть, вот она как раз. Это Чешский Волок. Дальше. Ну, вот, соответственно, здесь вот идем, идем, идем. Устье Печоры показано со всеми островами. С долгим остром Гольцы. Матвеев. Квайгачу. Югорский шар. Гургорский. Тут что-то такое шар написано. Соколия Луда, около которой, кстати, остановитесь, потом попробую посмотреть. Она уж напоминается во многих источниках. Дальше. Ну, вот эта вот кара здесь показана. И вот она, мутная река. Вот оно, озеро. Вот он, Волок. Прямо подписано. Волок овертун. Что-то такое. Это по перетаскиванию. Вот она, зеленая река. И все. Вот он пошел. И вот она, опь. Вот заворот. Вот тазовская губа. И дальше, соответственно, вот вверх под тазу. Вот тут у меня мешается немножечко. Вверх под тазу. До тазовского городка, то бишь Мангазея. Вот мы пришли. Причем дальше даже показано с тазовского городка еще на Волочайку. Вот второй полк показан. И на Енисей. То есть европейцы к 1600, а карта у нас до 11-го года, вот знали, в принципе, в целом все ходы на нашем севере. Поэтому неспроста, конечно, очень сильно обеспокоилась наша администрация. Тобольская, прежде всего. Крупнее. Там князь Куракин сидел. Что вот еще чуть-чуть, европейцы-то как раз и придут туда. А у нас сил, ни сил, ни средств нет, собственно говоря, охранять наш Мангазейский морской ход. Ну и дальше началось очень интересное дело. Вот, начали рассматривать. Сейчас я покажу. Она публикована частично вот в такой красивой книге, которая... Ой, так, секундочку, как это расшарить. Остановить совместное использование. Администрация экрана. Сейчас, прошу прощения. Разбираюсь, как тут открывать. Так, 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 так. Почему-то он меня не видит его, ну ладно. Ну ладно, значит, еще раз верну тогда эту карту. Почему-то у меня не открывается, не знаю почему. Другой экран. Очень странно. Может быть так. Да, вот открылась. Открылась, видимо, да? Значит, вот такое есть издание, русскоисторическая библиотека. И в этой русскоисторической библиотеке опубликованы документы, значит, 1617 года по как раз запрещению Мангазийского морского пути. Очень уникальные, удивительные документы. Я их все перечитал в этом сборнике. По всей видимости, они не все опубликованы, потому что там написано, что, значит, когда решили запретить этот Мангазийский морской уход, то опросили ни много ни мало 170 промышленников. То есть, по идее, 170 распростных речей должно где-то лежать в архивах. Из них вот здесь вот, в этой книге красивой, опубликовано штуки 3 или 4 всего. Вот у меня сейчас прям подмывает очень сильно опять врага доехать и понять вообще, поскольку это все опубликовалось очень давно, это вообще вторая половина 19 века опубликовано все было, непонятно из каких фондов сейчас, в каких фондах вот эти документы хранятся. Вот. И, соответственно, где-то там должны, соответственно, эти дела в расспросах по этому Мангазийскому морскому ходу лежать. Но даже то, что опубликовано, это чрезвычайно подробные описания Мангазийского хода. Ну вот здесь приведу два, потому что в одном подробном описании там поморы выходили из Мизени, точнее, из Кулоя, из Спинниги, скорее всего. Во втором описании они шли из Печоры, ну то есть Пустозерска. Ну вот прям можно почитать здесь. То есть это 110-й год, 1602-й год, соответственно, воспоминания какие-то. Вот они вышли из... А, нет, вот это как раз из Пустозерска. Вышли о Петрове дни. Старт, соответственно, с Печоры где-то 29-12 июля у них произошел. На четырех кочах. На кочах было 40 человек, соответственно, по 10 человек на коч. Дальше, значит, они вышли из Печоры на море, бежали парусом до Егорского шара два дни и две ночи, то есть двое суток. От Устья Печора до Егорского шара 260 километров. Все, вот мы даем. У нас прям средняя скорость хорошего парусного побега кочи есть в руках. 260 километров в сутки. Ну, получается, что такое, если на час перевести? Где-то... Ну, 260... 24 часа. Евгений, помогай, что-то я никак не могу посчитать. Условно, скажем, что это 11 миль. 11 узлов или там... Нет, меньше, меньше получается. 12 метров? Да, 11 километров. 11 километров, 6 узлов получается. Ну, условно, и 6 узлов где-то так получается. Плюс-минус. Вот этот хороший парусный побег. Дальше читаем. Ну, вот они дошли до Егорского шара. Какие тут перемались через губы морские. В губах местами глубоко, а в иных мелко в сажень, а Индии меньше. А в иных местах и суда вставают. Отсюда, кстати, мы сразу осадку коча понимаем. То есть, если они там в сажень где-то еще ползли, соответственно, ну, вот еще сажень это у нас там метр восемьдесят условный. Ну, вот как-то они, даже меньше сажень, они еще где-то там пролезали. Ну, и где-то застревали. Дальше, значит, вот через Егорский шар они идут. Значит, подли остров Вайгач, ходу гребью день. То есть, они проходили Егорский шар, длина Егорского шара условно 50 километров. Вот, соответственно, они в 17 веке Егорский шар за день и, соответственно, на веслах проходили. Дальше, ну, тут что-то такое про Вайгач написано. Дальше читаем. От Егорского шару Нярзимским морем. Нярзимским морем в 17 веке называлось Карское море. Почему? Не очень понятно. Будем еще разбираться с этим Нярзимским морем, что это значит. Но, тем не менее, это первое название Карского моря. Дальше они шли на Карскую губу и до Карской губы резвого хода, точнее, как написано, от Егорского шара через Карскую губу до Устья Мутной реки. То есть, а шо какой перегон. Перегон, опять, кстати говоря, какой получается? 250-260 километров. От Юшара до Мутной. И опять же, за те же самые сутки. То есть, вот, получается, из Печоры сутки дошли до Егорского шара. Ну, условный день сутки там по Егорскому шару. И от Юшара до Мутной реки тоже за сутки проскакивают. Ну, вообще, достаточно резво шли. Дальше, соответственно. Ну, а тут есть большое но. Вот оно здесь не выделено, но здесь такая фраза есть. А как займут льды большие и обходят около льдов парусом и гребью недель с шесть. То есть, это же как повезет. Вот, можно и за сутки, а можно и шесть недель. А иногда и обойти льдов немочно. И от тех мест ворочаются назад в пустое озеро. Вот, так что вот такое попадание у вас вполне возможно. Ну, сейчас вроде со льдами все проще, как потепление глобальное. А тогда вот, да, вот либо сутки, либо шесть недель. Дальше к Ямалу они подошли, а дальше Мутная река у них. Мутная река Усть-Тимпаловня, Арминское море. И, соответственно, в грузу кочи не проходят. А дожидаются с моря прибыльные воды. То есть, ну, ждут, когда пойдет, соответственно, прилив. Видимо, он там заметное влияние оказывает. И дальше указано достаточно четкое количество, сколько они еще и в кочах груза возят. Груза у них было в кочах четвертей по посту и больше. Вот, четверти, четыре пуда четверть. Если не перевел, все. Ну, в общем, где-то у меня получилось 4 тонны, например, у них груза. Вот, говорят нашим языком. Так, ну, дальше. Той мутной рекой шли в кочах прибылою водой, тянулись бичевою аж 20 дней. Вот, и только за 20 дней бичевою они дошли до, соответственно, до озер. Из коих вышла следующая река, то бишь мутная. Вот, и вышла эта мутная река из трех озер невеликих. Кстати, вот тут очень важное тоже место написано, что ничего не растет, ярник только какой-то, а иного лесу никакого нет. И дрова они завозят с собой на кочах. То бишь, там не забыть как-нибудь топливо надо. В общем, просто потрясающее описание, подробности свои удивляет. Так, ну и дальше они, соответственно, в озерах, между озерами учали волочить запасы в павозках. Значит, в павозках клали четвертей по 10, ну, там, 600-700 килограммов. И в павозках, соответственно, уже ближе, там, где-то вот этих попоточин, видимо, протоки между озерами тянули, по воде бродучи. Один павозок тянут два человека, а теми же озерцами паточины тоже в двух местах. Ну, тут какое-то такое описание не очень понятное, где какие паточины, там, между озерами. А кочи тянули канаты после запасов по розжи, по тем паточинам, всеми людьми. Вот. И от третьего озера шли на волок. То есть от третьего озера сам волок уже случался и до большого озера. Из коего уже вышла зеленая река. А сухого волка от озера до озера с полверсты написано. Ну, немало так. 500 метров у них сухого волка было. Место ровное, земля песчаная. Этим волкам запас носили на себе, на плечах, а павозки волочили канаты. И вот тоже очень важная вещь. А кочи тянули через волок канатами же, делающие вороты. То есть с помощью воротов, веревками, все это долго, муторно у них, кстати говоря, происходило. То есть пока они там перетаскают на плечах весь груз, все эти тонны 4, это не так много, на самом деле. Вот, пока все это перетащат друг за другом. Кочи тянули, день спять. Вот эти 500 метров они брали неделю целую фактически. Ну и дальше, соответственно, озеро прошли, началась зеленая река. Тут что-то про нее написано. И шли они низ зеленую рекою. Опять что-то сначала в павозках, потому что в грузу не проходило. Вот, кочи тянули поросшие. Всеми людьми, значит, они по этой зеленой 10 дней. Вот, итого складываем, получаем, что волок они брали 20 дней по мутной, условные 5 дней по волоку и 10 дней по зеленой. То бишь, получаем 25 дней, ну, условный месяц практически. Один только волок, получается, в месяц. Дальше они выходили в Хопскую губу. И от устья зеленой реки, резвым парусным подбегом, погодием, до завороту, то есть там, где Тазовская губа начинается, вот, до реки Таз, они бежали 2 дни, 2 суток. Все, как только в море выскакивали, прям вообще все у них отлично получалось. А от устья Тазовского вверх, соответственно, по реке Таз, опять же, вот они умели лавировать в реке, очень даже неплохо. Рекою до Тазовского города бежали парусным погодием двое сутки. То есть, опять же, ну, вот, у меня какой-то очень большой вопрос к прямопарусникам. Вот, учитывая большую визвилетость реки Таз, с прямым парусом за двое суток, ну, что-то прям, как-то прям надо проверить. Вот. Ну, или тут такая приписочка, или своя сила, без парусного погода идти с 10 дней. Вот, так что, вот, либо так, либо сяк. Но за двое суток они вот прям добирались. Так что, вот, такой получается расклад 17 века. Есть на что ориентироваться в своем походе. Ну, и еще один документ. Это второй документ. Здесь выход из Кулойского устья, то есть, чуть-чуть пораньше, до Чешского Волока. Тоже такой момент здесь важный. Соответственно, вот они из Кулойского устья на Чешский Волок пошли от устья, значит, о Петрове Заговении. Не очень понятно, когда это Петрове Заговение, потому что оно привязано к Пасхе. Где-то, наверное, 10-е числа июня они выходили из Кулоя, из устья Мезьяни. Дальше шли подсобным ветром, да, Чижи. Шли достаточно быстро, где-то тут день они всего шли, но там не такое большое расстояние, там всего-то нет ничего, да, Чижи. Из устья Мезьяни километров, наверное, 70. И шли дальше они по Чижи. Чижа река невелика, поперек сожжение С-3. И шли они той рекой вверх до Чешского Волоку день до ночь, то есть за сутки брали весь Волок до озер на Чешском Волоке. Дальше там, значит, что-то такое, Самаять там пасется. Вот, и через Чешский Волок, там уже сухой, видимо, перевозило их Самаять на оленях, наймущись. А Волоку Чешского сажень с 20 у них, то есть сухой Волок, там маленький совсем, опять же, вместо Тундриной его, и ходит дальше на Чешу, ходит ею прибылою водой, как подходит вода с моря. Вот, не написано, сколько они по Чеше спускаются. Написано, что прибылою водой получается все версты с 3. То бишь, я так понимаю, что Чеша вся затапливается в хороший прилив. Ну, по крайней мере, тогда, если они пишут, что 3 версты от озер, может быть и так. Дальше они, соответственно, из устья Чеши бежали до Тиунского берега. Тиунский, это Тиманский, наверное, это где-то в район уже устья Печоры. Под Тиунский берег, Большой море, бежали парусный день, день до Бурлова берега. Вот, бог его знает, где это Бурлов берег, надо разбираться. Ну, где-то вот все вот, либо за Печоры, либо до Печоры. Будем смотреть. Сейчас пока вот я еще не готов ответить на некоторые вопросы. И вообще вот все эти топонимы, я их сейчас пытаюсь расставить на карте. И когда вот вы пойдете, очень важно места остановок как-то вот потом коррелировать с той картой, которую я сделаю, теми местами, которые упоминаются в этих документах. Потому что это велика вероятность, что вы там наткнетесь на какие-то, может быть, древние стоянки. Копать их не надо, но их там, может быть, увидеть или как-то отметить их существование. Это будет очень важно. Либо там какие-то места подхода есть хорошие, либо удобные. Ну, в общем, это может быть даже очень и сыграть даже в плюс. Дальше, значит, ну и дальше тут с Карской губы, опять же, уже прошли ее шар. Ну, тут дальше практически все то же самое. Единственное, что тут добавляется, когда они брали ямальский волок, помимо воротов, они еще здесь вот поросшие кочи по каткам волочили, канатами, поделав вороты. Что за катки? Ну, наверное, брен какие-то. Вот, соответственно, ну, вот стандартный способ брать волок. Бревна подкладываем, вороты ставим, веревки натягиваем и, соответственно, перетаскиваем эти кочи. Ну, и было там, ходили толпой на 16 кочах 160 человек. Вот, и где-то еще в одном документе мне попадалось, что это специально они всегда такими толпами ходили, потому что это удобнее. Вот, удобнее перетаскивать грузы через волок, соответственно, всем толпами перетаскивать через волок по очереди эти кочи. Вот, получается быстрее и эффективнее. Вот, это такое вот описание. Ну, есть еще несколько описаний, там Герберштейн описание оставил, я не буду уже на этом останавливаться, и только маленькую детальку еще отсюда, вот, я тут как раз выдержка из Герберштейна, еще одного нашего недруга и шпиона. Ну, все они были, интересовались этими местами. Вот он писал такой тоже интересный момент, что, значит, когда они шли там за Печорой, перед Печорой, места там идут мелкие. И, значит, что они делают, русские? Когда русские идут мимо на своих лодях и лодках, как в других местах по северным берегам, они не выходят далеко в море, и у них на судне есть несколько бревен, которые они рядом с лодкой вбивают в дно, кладут на них доски и перекладывают на них груз, чтобы разгрузить судно и перенести его через мель. Затем снова нагружают его, вывозят бревну с собой, чтобы повторить на другой мель. Ну, не знаю, верить, не верить. Хотя, на самом деле, в поморе, когда ставят тайники, специальные сети такие для ловли семги, они ставят их на кольях и очень лихо забивают эти колья, причем на больших глубинах, с карбасов, там на глубине, не знаю, метров в пять, они забивают кол туда, кьюры такой здоровенной, получается достаточно эффективно у них. Ну, вот, не знаю, может, и так использовали. Интересно было бы, конечно, проверить. Ну, соответственно, на этом я, как бы, с исторической частью, наверное, завершу. Ну, на самом деле, такой вот я сделал трек. Сейчас я его покажу. Весь этот Мангазийский морской путь, да, я прочертил. Видно ведь, да? Нет, не видно. А, тут надо вот что сделать. Понял. Надо переключаться. А, опять переключать все. Так, а сейчас? Теперь да. Вот, да. Ну, это программа САС Планета. Очень рекомендую, кто не пользуется, воспользоваться этой программой. Одна из лучших, что есть вообще в наличии для работы с гисинформацией. Ну, и, соответственно, вот все. Тут, как бы, я его протречил, расставил здесь упоминавшиеся различные населенные пункты, места по этой трассе. Вот это Соколь и Луда меня очень интересует. Прямо интересно, что там нам очень часто встречается. Ну, и сам Волок. Волок, конечно, такой мудреный здесь будет. Очень с большим... Ну, это Ямальский Волок с большим количеством изгибов всяких. Тут у вас... Ой. Современность совершенная. Как это убрать? Так, все вообще вырубилось. Сейчас. Как-то началось. А ты на зелененькую нажми. Да, я не пойму, на что надо нажать, чтобы ее... Наверху. Убралась отсюда. Убралась кнопочка наверху. Все, убрал. Ну, да. Тут вам бы воненково встретиться с газовым месторождением. Я смотрю, он такой прям нехилый. На... На мутный, то есть, самый зеленый Сиеха. Тут Сиеха, она, кстати, на две части разделяется. Я тоже с ней долго мучился. Сиеха какая-то верхняя, Сиеха нижняя. Тут, да, Сиеха с этой стороны в озерах есть. И Сиеха с этой стороны в озерах. Тут такая путаница с этими речками. Потом с ними разбираться надо будет. Вот. Ямальский волок, он длинный получается. Я его протречил. У меня получилось расстояние здесь чуть ли не 500 километров. То есть, действительно, это такая прям довольно мучительная история, так предполагаю, будет с этим волком. Учитывая, что вы будете проходить его где-то там в августе, правильно, Евгений? Да, наверное, это бы конец. Да, самый комарятник будет. Ой, там будет вообще жесть. То, что от комаров побольше что-нибудь надо взять с собой будет. Но, тем не менее, это, конечно, все будет очень любопытно пройтись этим волком. Ну и дальше на Ямал. Ой, с Ямала. Вот он, заворот этот самый, о котором они пишут. С обской губы на тазовскую губу, по всей видимости. На тазовской губе. Ну и дальше опять вот эти вот изгибы. Хотя, вот я смотрю, тут местами труба такая довольно серьезная идет. Да, здесь когда попутный ветерочек какой-то северо-запад, то они могли здесь просто практически проходить. Да. Ну, поэтому за бой суток, если они пишут, что они проскочили, то, наверное, это возможно. Ну и вот, собственно, в реангазии пришли. Вот, так что... с этим, с историческими документами вот такая ситуация. Ну а теперь, наверное, ко второй части доклада перейдем. Вот. И посвящена эта вторая часть тому, что хотелось бы, чтобы вот этот весь маршрут, который будет пройден, был бы не просто пройден, но из этого была извлечена важная, ценная информация. Потому что первое, ну, вот этим прибрежьем никто не входит. Практически никто. Большие корабли, а тут только большие корабли входят, они все вот магистральными путями. Вот. А прибрежное плавание вообще никому, по-моему, особо неизвестно. Может быть, тут какие-то кусочками там местные лазят, ну, целиком, чтобы пройти. Волоками. Я уверен, что нет. Да, вот еще один момент важный, касающийся чешского Волока. Сейчас я еще раз попробовал раскрыть демонстрацию экрана. А у нас демонстрация шла сейчас. Да, я сейчас, я понял, я сейчас кое-что другое хотел показать. Вот если покажет. Меня просто чешский Волок очень сильно заинтересовал. Чешский Волок там и проходили, поэтому как бы можем и порассказать, что там есть. Да, там меня немножко другое заинтересовал, просто когда на чешский Волок смотришь с космического снимка, ну, почему? То проявляется очень странная, очень интересная вещь. Дело в том, что на старинных картах чешский Волок показан не как Волок очень часто, а как просто разделенный на две части Канин и Лостов. это справедливо совершенно, что он так показан, потому что там Волока нет. Там будет озеро, которое разделяет условно парусное озеро, по-моему, еще как-то называется, мелкое озеро и там группа озер. и в две стороны выникает по реке. Вот, и проходит там все без всякого Волока. И по сути... Ну да, вот он. Вот он, чешский Волок. Если приглядеться, тут, конечно, геоморфолога какого-то серьезного нужно. Тут четко видны прям вот бровки этого Волока. Такое ощущение, что действительно тут просто мощные приливы, вот они прям вот четко очерчены. То есть это большой промой явно. Прямо просто как такой провал какой-то идет. Ну, если учитесь, север продолжает подниматься после того, как ледник ушел, то запросто здесь, может быть, и был вообще пролив. Ну, а сейчас это речки. Речки совсем небольшие. Там минимальная ширина, наверное, около там двух метров. Мы на Вашке проходили с трудом, но проходили. Вот. И вот в начале июня, в середине июня, там точно должно быть много воды. Я так планирую, что мы там тащить ничего не будем. Ну, да, по всей мере, здесь просто пролив был когда-то. Тащить, что да, он просто как пролив работает. Но он и сейчас остался без воды. Поэтому вот так. Понятно. Ну, тогда переходим ко второй части всего всей этой истории. Еще одну демонстрацию сделаю. Это интересно. Я когда читал, слышал, сейчас тебя записывал, вот ты сказал, покатки, ну, покатки это поката, которые сейчас и остались, поката, те же бревнышки, на которых... Бревна, бревна, да, это скорее всего они и есть. Так, ну, вот у нас, значит, постановка исторического эксперимента. Лишнее все здесь спрятано. Так, ну, это я тут расписал внимательно еще раз, прям от патреки по своему длину этого всего перехода. У меня получилось почти 3000 километров. Чешский Волк, если прям по речке по самой вести, то 70 километров от Чешского Волка до Мутной реки тут 1700 Волк Ямальский Волк 520 километров получилось от Сиехи до Таза, то есть там по Обской Тазу тоже 500 километров и по реке Таз уже, когда она там сужается резко, еще 250 километров. Ну, тут такой расклад. Итак, исторический эксперимент. Ну, вот тут много у меня сейчас слов будет написано. Это проверка исторических фактов на практике путем создания идентичной ситуации. Ну, для того, чтобы какую-то гипотезу или теорию опровергнуть или подтвердить на основе таких вот фактических эмпирических данных, которые будут получены. Что мы реконструируем? Реконструируем плавание на традиционном шитом судне применение технологий 17 века. Цель приобретения понимания того, каким образом, какими усилиями происходило освоение наших рубежей. Ну, и такое вопрошение. Как это удавалось сделать, с какими сложностями сталкивались и почему, собственно говоря, вот этим англичанам и голландцам ничего не получилось. Вот, они не прошли дальше выкача и в чем проблема. То есть, это вот такие вот вопросы, которые хотелось бы понять. Ну, вот они, эти голландцы, вот я, кстати, их выпишу, все эти экспедиции. Так, основные элементы эксперимента. Изучение условий традиционных технологий, ориентации, стратегии выбора маршрута на практике, изучение условий навигации, традиционной стратегии тактики плавания, изучение практики преодоления волоков, уточнение трассы волоков, изучение характера поведения шитого судна в различных условиях, ну, и реконструкция стратегии командной работы в ходе этого перехода. Вот, что конкретная задача нас интересует? Современное описание условий плавания по магазинскому пути, фиксация условий, тайминг, маршрут и так далее, визуальные ориентиры, фиксация показателей поведения судна, объекты наследия по ходу следования, обнаружение, может быть, находок наволков, их фиксация, ну, в идеале, конечно же, создание какого-то некого путеводителя или карты наследия водного пути. Будет, ну, я думаю, что было бы, конечно, интересно какие-то социально-экономические условия проживания местных сообществ, поскольку будут остановки и что-то там читать будете, то, соответственно, какие-то наблюдения у вас будут относительно этих населенных пунктов, где будете высаживаться, ну, и, может быть, какие-то идеи на пригодность маршрута для водного туризма. У исторического эксперимента есть свои явные ограничения, ну, они всем понятны, и очень важно, что мы сразу эти ограничения все имеем в виду, вот, это современные средства, газ, картография, связи, прогноз погоды и так далее, видеотехник, инструменты, одежда и прочее. Ну, и дальше важно все это не превратить в спорт, а чтобы из этого у нас был высечен какой-то смысл. И смысл у нас будет откладываться в ряде документаций. Ну, и главный документ, это, конечно, судовой журнал. Ну, Евгений, может быть, сейчас что-то расскажешь про принципы ведения судового журнала. Варс Хариза, запутай. Да, хорошо, сейчас я расскажу. Я здесь приготовил обычный такой классический, почти классический яхтенный яхтенный Варс Хариза, могу сказать, журнал, как он выглядит, что в нем перечислено. Вот, но сейчас пока мне помогут включить, прокомментирую вот то, что ты рассказал, на самом деле очень интересно. Как-то можно будет поделиться и почитать вот эти вот, они в каком формате можно будет, да, интересные. Что-то там вот мне встречалось, то, что ты говорил, но что-то не встречалось. Вот. У нас, кстати, наверное, будет все наоборот. То, что, когда вот кочи шли, у них, они, видишь, как резво бежали с попутным ветром и по 260 километров это шесть узлов, ну, так, нормальное морское плавание. И современная яка найдет не на многим, не на много медленнее, не, наоборот, не на много быстрее. Вот. И при этом они достаточно тяжело шли по волокам. Вот им надо было разгружаться, им надо было тащить все это бичевое, наверное, или еще как-то. Вот. У нас будет несколько наоборот, потому что коч это палубное судно, соответственно, выйти в море там в волну два метра для них это вполне нормально. Вот. Для них нормально, их волна регулярно накрывает, но для них опасности такой нет. Вот. А в нашем случае, если нас начинает накрывать волна, то это, конечно, совсем другое дело. и нам нужно будет от нее прятаться. Мы вот так вот не пойдем. Вот. Поэтому у нас мы не сможем идти прямо так вот борзо, как они шли, хороший попутный ветер. Мы пойдем в средний ветер. Вот. Но зато мы, надеюсь, будем полегче идти на волоках и переволакиваться 500 метров, если у нас будет рабочий, ну, будет получится сделать правильные лебедки и талии, то мы там эти 500 метров за полдня домой пройдем. Пока там у нас будут. Вот. По поводу, да, по поводу леса чуть дальше. Вот сейчас меня видно в мой экран, да? Ну, вот я просто две странички верхних. Значит, начинается судовой журнал. В нем указывается название судна, флаг его, тип, в нашем случае это карпус, парусно-гребной длина наибольшая как основная характеристика. Капитан указывается, в принципе указывается, можно по-другому немного сделать, написать, что вот у нас такой-то проект, такая-то экспедиция, дата начала плавания, порт выхода, порт назначения и длина пути. и дальше перечисляет все члены экипажа. Бывает, это первая страница, вторая страница у нас вот такая, то есть это разворот, верхняя позиция, видите, левый разворот указывается здесь с дата подписывается, допустим, там, 8 июня, да, и потом начинается, вахтин ведет каждый час он делает отметку, где указывает позиция, это или координаты в море, в нашем случае иногда это будет проще написать там на траверсе такого-то мыса, допустим, или такого-то населенного пункта, около такого-то острова, это можно и так, и так писать. Курс судна, скорость его, это мы сможем определять. Ветер, который показывает сразу, есть такой значок, я потом покажу, сейчас его не смогу показать, который сразу показывает и направление, и его силу, ну, и вахтин, который ведет этот журнал, и вот по нашему, по нашей договоренности, видимо, это будет каждый час делается вот эта вот отметка, которая позволяет, во-первых, если что-то случается, допустим, судно потерялось, оно может откатить назад, там в туман лег, откатить назад и просчитать, где они были, вот как гарантирован на какой-то момент, потом, допустим, лег туман, у них скорость такая-то, курс такой-то, они могут просчитать, где они сейчас находятся, ну, такие вот, такие данные, вот, ну, и надо еще сказать, что, в принципе, судовой журнал, он, вот эти вот даже перечисленные, перечисленные элементы, они позволяют, они позволяют достаточно точно определить, обозначить правдивость этого журнала, потому что придумать такие, придумать совокупность своей точки в море, плюс погода, плюс еще вот дополнительные события, которые внизу, очень сложно, и было много интересных случаев, когда, ну, допустим, гонка одиночек, еще, когда не было там всех этих трекеров, Yellow Brick, которые отмечают, постоянно передают через спутник положение яхты, вот, были их смены, которые среди одиночек, это бывало, что они начинали там придумывать себе историю, вести фиктивный журнал, чтобы получить приз, было таких несколько историй любопытных, вот, а правый разворот внизу, видите, вот время и события, здесь мы пишем уже в вольном тайминге пишем то, что мы посчитаем нужным, и здесь правильно писать все, буквально все, что касается морского дела, кстати, как пример, тот рассказ, тот отчет, правильно сказать, вообще вахтенный журнал, который ты прочитал, он полностью соответствует, если мы разберем внимательно, он будет полностью соответствовать правилу ведения современного журнала, то есть они не пишут, какое у них там было настроение, что они кушали, но они пишут, что у них вот они сейчас идут попутным ветром, или они идут на весла, или вот то, что они придут в мутную, а там не будет дров, это тоже касается их морского похода, то есть вот здесь как раз все сразу очень хорошо, то, что они про дрова написали, это безопасность, это комфорт, касающийся непосредственно на их переходы, и вот здесь очень хорошо это проиллюстрировано, то есть соответственно, какой, вот допустим, поставили им бы парус, да, вот мы записали, что мы поставили парус, идем таким-то курсом, несем такие-то паруса, вот ветер нам зашел навстречу, мы убрали мачты, сели за весла, вот у нас киты появились там с левой стороны, да, сколько штук, интересно, прошло, вот мы разошлись с каким-то судном, все это можно указывать и нужно указывать, и это вот будет делать судовой журнал, собственно говоря, уникальным документом, который нам будет интересно очень весь иметь, ну, как правило, на один день, на одни сутки положено заполнять одну страницу такую полную, не больше, хотя можно и больше ничего такого, если, допустим, тем более, нельзя его хаварили, и так далее, есть о чем писать, будем писать, будем переходить на другую страницу, вот, ну, это вот то, как ведется фунал, да, я так закончил, да, все, спасибо большое, а может тогда это закрыть, сейчас презент, я свое опять открою, да, да, это может, и в принципе сюда можно, ты что-то готов предложить, наверняка готов, мы можем сюда забить какие-то необходимые данные, вот, я хотел на обсуждение, даже, это скорее, нежели чем на, так, сейчас, так, ну, у меня на обсуждение, что, какие вот, вообще, в принципе, когда я участвовал в каких-то других экспедициях с людьми, которые никогда наукой не занимались, я все равно пытался сделать так, чтобы эти люди были каким-то образом вовлечены в этот процесс и раздавал задания, не всегда это работало, вот, но иногда работало, вот, иногда люди начинали подвывать от моих заданий, вот, называя себя заложниками науки, но куда деваться, ведь не просто прогрести, то все-таки это дело такое, десятая, на самом деле, важно, это же, это же эксперимент, это же наука, это же, поэтому чувствуйте себя научными сотрудниками и подготовьтесь к тому, что все-таки, наверное, какое-то задание дополнительное надо на себя будет взять, и какие бы я задания видел эти, ну, первое, это, конечно, введение дневника, я думаю, что Евгений как-то распределит это введение дневника между там вахтенными и как-то, чтобы каждый час там действительно что-то, какая-то запись появлялась, вот, потому что это будет сделано, какие наблюдения еще хотелось бы сделать более подробные, все-таки, может быть, имеет смысл просто какому-то конкретному человеку, на каком-то конкретном перегоне дать определенное задание, наблюдай, например, вот такой, наблюдай за поведением судна на перегоне, поведение его на волне, захлестываемость, управляемость, поведение на руле, тайминг какой-то более подробный, там, потом, когда приходишь что-то записать, кто какие выполнял работы, вот, способ постановки на отстой, там, якорь, вытаскивание, какие возникали сложности в этот момент, любые наблюдения, любые уму заключения, ремонтные работы, как они проводились, их вот фиксация, сложности там и так далее, то есть, то есть, то есть, все, что связано с корпусом судна, его, как бы, влиянием воды на этот корпус, там, не знаю, под подтекание какое-нибудь, там, в слане вода, там, накопилось, там, что-нибудь еще, то есть, пусть будет отдельный человек, выделенный, который следит за всем этим комплексом наблюдений, связанных с поведением непосредственно корпуса судна в ходе всей этой, вот этого конкретного перегона, и каждый раз, каждый вечер этот человек должен вести свой собственный личный дневник и в этом дневнике написать хотя бы абзац с конкретным умозаключением. Вот меня, кстати, это прям очень жестко географы учили, географы там исполняют всегда эти полевые дневники, они говорят, что если ты не записал дневник, вот, после дня работы, как бы ты не устал, как бы тебе хреново не было, ты можешь уже валиться и у тебя ничего вообще из рук все падает, но ты обязан хоть что-то туда записать, дату где-то есть и главное, главное умозаключение твое по итогам твоего дня, что ты вынес по своему предмету наблюдения из этого дня, ты должен это записать. Если человек это сделает, запишет хотя бы абзац, даже абзац записать бывает очень сложно, и будет делать это регулярно, это будет фантастический материал. Вопрос тебе задам. Вот как ты думаешь, это правильно сделать каждый день по разным людям, разделиться? У нас бывает такая, когда у нас учебное плавание, особенно в море, в океане, у нас каждый день новые должности, и время от времени становишься штурман, и как раз штурман это записывает. Насколько это правильно в данном случае меняться каждый день, соответственно, ты же понимаешь, что разные люди по-разному пишут, и будет все время стилистика меняться. Не запутай. Я думаю, что нужно, чтобы на каждом переходе каждый определился еще предварительно, какую тему он будет наблюдать. И уже к этой теме готовился. Ну, какую тему? Причем, причем во время штурманства на нем двойная доза ответственности получается. Он должен будет записывать и в журнал, а вечером все равно должен свой дневник записать еще. Эту фразу, одну фразу. Вот пусть человек, наблюдая свою сферу ответственности, вот есть у него сфера ответственности и корпус судна, его поведение на воде, на берегу, вытаскивание этого судна, все это, вот эта его сфера, он уже к ней подготовился и пусть он ее более подробно как-то вот вечером зафиксирует. Давай пробежусь, пробегусь по всем этим направлениям, их много у меня достаточно получилось, я думаю, что их надо как-то укрупнять, может быть, вот, и что-то с этим еще пообсуждать, сделать. Вот, работа с парусом, мне тоже кажется, это отдельная прям тема, которая не только штурманам нужна, может быть, какой-то отдельный человек бы наблюдал более подробно, какие-то ему заключения делал по этому поводу. Не знаю, на обсуждение. Работа с веслами. Точно так же, какой-то отдельный человек более подробно, рассудительно обращает внимание, кто, как, когда устает народ, там, что-то еще, какие-то аспекты, сколько шли, что-то, как там тяга, и там подрабатывали, не подрабатывали этими веслами. Вот, все, что угодно, любые ему заключения по работе с веслами, которые не попадут в судовой журнал, это именно ему заключение по итогам дня перехода, вот как они весла себя вели. Вот, и пусть этот человек эту фразу запишет, она века пойдет, эта фраза, если он родит ее. Наблюдение за ориентирами, навигации препятствия. Точно так же, пусть отдельный, выделенный человек наблюдает, там, как ориентировались, на что ориентировались, увидел там какой-то ориентир, там, не знаю, скала какая-нибудь. Сфотографировать ее надо, сфотографировать у всех мобильников, мобильники есть, или что-то еще, как минимум, обязательно должна быть геопривязка, там, соответственно, фотографии уже можно будет разобраться, что сфотографировано, в каких координатах. Вот, и, соответственно, вот эту практику ориентации по береговым объектам, по глубине, по волне, по, там, не знаю, почему еще, по ветру, пусть он возьмет на себя и как-то через себя это пропускает, и помимо того, что будет записываться в журнале, вечером выдаст этот абзац какого-то умного заключения по тому, как оно, что вообще происходило, как ориентировались в этот раз. При этом в голове еще надо все время крутить и держать 17-й век. А как они там, да-то, с этим делами справились. Сейчас у нас, да, вот есть там GPS-ка, мы ей пользовались, все прекрасно. Вот, а тогда-то как без GPS-бы они справились с этой ситуацией. Вот, вот на этом углу как бы на этом разрыве и как раз и делать умозаключение. Вот у нас сейчас есть GPS, а тогда не было. И как бы вот мы сориентировались бы, как бы повели себя. Вот здесь эта фраза и надо записать в конце дня. Очень важно. Создание лагеря. Тоже, кстати говоря, такой прям аспект важный. Он вообще не попадет никуда, ни в судовой журнал, никуда. А это важно, чтобы человек какой-то взял на себя и записывал, что лагерь, почему в этом месте выбрали этот лагерь. Какие были причины выбора этого места лагеря. Удобен он был или неудобен был. Каким параметрам. Местоположение, как ты его описал, какие-то его характеристики этого лагеря описал, чем народ там занимался и так далее. То есть рекомендации там может быть какие-то из этого вытекут, как надо делать, а что не надо делать. То есть вот такая сфера наблюдений за лагерем. Дальше. Очень важный аспект вообще просто чрезвычайная поддельность, кто на себя возьмет эту нож с объектами культурного наследия вообще, которые надо фиксировать. Можно потом подробнее об этом поговорить. Любые объекты, которые будут встречаться, вообще, на мой взгляд, любой антропоген нужно фиксировать. Что-то человеческое это надо просто отснять и чтобы оно было сфиксировано. Принципиальный подход к фотографированию. Фотографировать нужно с геопривязкой. Обязательно. Значит, лучшее, то, что я видел, кстати говоря, программа для фотографирования, которая дает сразу весь экзив, сразу на экране. Это программа диоптер для андроида. У кого не андроид, конечно, хуже. Не знаю, там какие программы. Для андроида я нашел диоптеру. Что она дает? Во-первых, она дает азимут съемки. То есть, сразу понятно, с какой стороны ты снимаешь. Она здесь же выдает тебе дату съемки, время съемки локальную. Там можно установить и координаты. Ну и плюс все это же и в экзиве прописано. Ну и угол съемки. Угол съемки не так нужен. Я бы вообще убрал. Он не позволяет этого сделать. А вот азимут съемки и дата и координаты это прям просто полностью вся информация в объекте у тебя на фотографии. Плюс, конечно же, в идеале иметь с собой вот такую вот линейку. Это обычная геодезическая трехметровая линейка. Она складывается в один метр. Очень легкая. Весь, там, не знаю, 200 грамм. Ну, 300. если она будет хуже не будет. Считаю, более того, считаю, что она должна быть такая. Положил такую линейку и сразу все понятно с этим объектом. вот еще так вот самолеты мы искали на Чекотке в прошлом году. За прошлым году. То же самое. Откуда сняты координаты, время, размеры, все как бы понятно становится. Вот. Вторая программа, которую тоже категорически всем советую поставить, опять же, для андроида. Программа называется Российские военные карты. Раньше она называлась Советские военные карты. Программка платная. Честно говоря, я давно достаточно ставил. Не знаю, нет ли сейчас проблем с установкой, но должно быть, по идее, не должно быть. Просто одно из лучших, что есть вообще сейчас в принципе. Значит, она, если держать мобильник, ну, так, где-нибудь, в боковом кармане или даже во внутреннем кармане, он, в принципе, ловит GPS, пишет прекрасно координаты, такой трек создает твоего движения. Ну, это на вертолете мы там накружили. А нет, это уже пеший, пеший был, по-моему, трек. И, соответственно, какой-то объект мы находили. Я прям тут же ставил точку на этом же у себя, на мобильнике. Вот. Там же прям, если есть время, можно набить, что это? И в этой же программе можно привязать еще и фотографию вот этой точки. Она это позволяет сделать, соответственно, полная информация в объекте у тебя оказывается. То есть, вот эти программки, но это уже продвинутый вариант, конечно, с ацией объектов. Не знаю, будет ли у вас время и сил на это дело. Но, опять же, если фотографируется какой-то большой объект, какой-то становище там из баста старинный окажется, крест, вот промысловый, там, не знаю, там захоронение какого-нибудь, священное место запросто, гурий может оказаться сложенный из камней. Вот. Обязательно надо фотографироваться, вот опять же, с этой мерной линейки, чтобы понять вообще, о чем это, какой размер. Ну, иногда вместо мерной линейки я просто использую толстую рулетку, тоже, в принципе, рабочую. На метр ее выдвигаешь, так становишься рядом. Вот. Ну, и фотографируйте, опять же, вот диоптеры, чтобы понять, откуда. Либо, если без диоптера, то по компасу просто определить, где север, где восток, и человек просто должен тогда рукой, грубо говоря, выдвинуть руку в сторону севера. Ну, вот, одной рукой держит эту палку, второй на север указывает. Ну, и сразу понятно, хотя бы привязка. Ну, это вот в идеале, конечно, квадрокоптеры. Не знаю, Евгений, будет квадрокоптер? Не будет. Будет. О, вот, квадрокоптер. Это отдельная история. Значит, коптер позволяет делать, конечно, фантастические вещи. Ну, такие планы можно делать с строением, сразу все понятно. Ну, правда, здесь, конечно, с обмерами у меня уже. Хотя, если мерную линейку положить, то потом можно потенциально вымерить. вот, вот, но еще важно, что, вот сейчас тоже попробую включить, получится, не получится, с помощью квадрокоптера, вот если вы, например, какое-то становище пришли, прямо вот там комплекс каких-то объектов, есть одна изба, вторая изба, на вид старый, такой все, вот, там, не знаю, крест стоит, еще ворт какой-нибудь, то есть, этот комплекс, очень было бы классно сделать его план. План делается с каким образом? С помощью квадрокоптера. Залетаешь метров, там, на 150, на 200, нет, не больше. Вот, и делаешь порядка, там, ну, отснимаешь вот эту территорию с наложением фотографии где-то в 20-30 процентов. Вручную, прямо, в рукопашную. Вот, с наложением 20-30 процентов, снимаешь, ну, и потом все это привозишь, и, в принципе, я могу потом из этого склеить вот такие вещи. Сейчас я покажу, попробую. Это называется, это называется Ортофотоплан. Вот он. Сейчас посмотрим. Так, открылось, да? Пока нет. Открылось. Ну, вот, это Ортофотоплан, станция Беренцгаузен. Здесь порядка, наверное, тоже не так много, кстати говоря, снимков. Здесь порядка 80-ти снимков, наверное. Вот, с наложением. очень высокое разрешение получается у этого Ортофотоплана. ну, как бы, в чем прикол самый заключается? Это не просто вид сверху, не просто фотография сверху. Это штука, которая, это вообще инженерная штука получается. Сейчас я покажу, что с ней можно делать. вот у меня дом, стоит здесь вот, жилой. Я на этом Ортофотоплане могу померить его размеры. У меня внизу, вот здесь вот, его там длина, ширина, кажется. Можно померить площади этого объекта. можно померить расстояние между объектами. Вот, то есть, у тебя полная информация об объектах получается, где, как они расположены, каком расстоянии от берега. Вот, еще такой есть прикол, есть, изготовление такого Ортофотоплана. Можно высоту объекта даже узнать. Есть георазрез, так называемый. Если вот так вот сделаю, то мне вычерчивает высоту дома. Я по перепаду могу вычеркнуть высоту этого объекта. Короче, фантастик, на самом деле. Agisoft называется программа Agisoft делает просто фантастические вещи. Ну, плюс еще можно это представить в виде просто такой вот в шейдерах все это дело показать. Фактически можно карту сделать. Геодезия получается. Вот, и если это человек сможет хотя бы фотографию с наложением какой-то территории делать, делать это очень быстро. Вот Белинсгаузен отлетал, отснял на двух аккумуляторах за 30, наверное. Второй даже не истратил аккумулятор. Вот. Ну, еще очень полезно тоже делать вот такие вот снимки. Сейчас тоже посмотрю, у меня есть здесь они, нет? А, нет. Ну, короче, это сферические снимки. Ладно, бог с ними. Все их знают. Вот, обязательно сферки делать. Тоже они позволяют очень большой объем информации сразу получить. Странно, где-то они были открыты вроде бы. Сейчас я их не вижу. Вот, так что человек с коптером это один из важнейших людей, которые очень важны для фиксации объектов культурного наследия. Вот, я думаю, что те, у кого будет коптер, те и должны, собственно говоря, заниматься культурным наследием. Так, сейчас я попробую вернуться к презентации. Показываем, да? Да. А, стоп. Вообще не то. Господи. Так. Так, ну дальше. Значит, это мы посмотрели объекты культурного наследия, еще раз получается фотофиксация, линейка, такая мерная, трехметровая. Лодки, да, недвижимые, то есть есть объекты недвижимые, это всякие строения, вот, есть объекты движимые. Обязательно, если лодка встречается, то лодку всю отфотографируют. Скорее всего, времени у вас ее описывать подробно не будет, поэтому, что там нужно сфотографировать? Сфотографировать сбоку, спереди, сфотографировать изнутри количество, чтобы было видно шпангоутов, и в целом какое-то внутреннее конструктивное устройство, какие-то конструктивные узлы пофотографируют. внутри. Что еще? Количество набоев, фотографию киля сделать, что представляет. Ну, и самое важное, конечно, все-таки померить ее размер, то есть максимальный габарит, длину, максимальную ширину. Больше ничего не успеете точно сделать. Но если даже это будет сделано, это уже будет классная, серьезная такая информация, с которой как-то можно будет работать. Еще какие предметы для наблюдения? Описание природной среды тоже кому-то можно, в принципе, поручить с этой природной средой. То есть какие-то гемофорологические, ну, что за берег вообще? Песчаный, высокий, низкий, вот, какие-то обрывы, там, есть ли тайки, там, есть ли просвечивает ли вечная мерзлота, льды, кстати, на море есть льды, нет льды, и что там происходит. Наблюдение за животными, теми же самыми, там, вид, количество, расстояние, поведение. Охота, рыбалка, экологические аспекты тоже наблюдения. Есть ли загрязнение, где там куча бочек и так далее. То есть все это можно тоже фиксировать фотоаппаратом с его привязкой, тоже будет информация. Это поручитесь отдельному человеку, то тоже где-то дневник должен состоять из таких умозаключений в течение дня о таких вот вещах. Что еще? Поселки будут встречаться. Соответственно, какие-то описания поселков тоже можно делать. Какие-то умозаключения в конце. Вот. Сколько человек, что за дома, там, характер улиц, как-то это все снимать, наличие музея. В музее, кстати говоря, бывают там какие-то справки об истории села, то есть их обязательно надо спросить. Если есть фотоальбомы местных, там, все обязательно их переснять, это не так долго бывает сделать. Вот. Какие-то документы показывают сразу же, да, можно снять. Вот. Это надо все перефотографировать, потому что потом попробуй туда доберись. Это все вот можно тоже делать. На волоках. Вот по волокам тоже это отдельное вообще направление для наблюдений. Что-то будет в судовой журнал попадать, но многое не попадет из этого. фиксировать фиксировать параметры реки, какая примерно ширина, на каких участках, глубина, прозрачность воды, отмечать, где какие изменения происходили. Это можно отмечать с помощью просто фотографирования, опять же, с геопривязкой. Вот. фиксировать характер препятствий обязательно, что за препятствия встречаются, способы их преодоления, какие там вспомогательные механизмы, что использовали, где тащили, где плыли. Вот. Какие объекты по Волокам искусственные встречались? Вот. И как естественно, так и искусственно. Обязательно их зафотографировать. Что там еще? Влияние приливов и отливов там, что-то в судовой журнал, но все равно какие-то заключения дополнительные можно будет сделать. Вот. Пользуются ли Волком сейчас? Кого-то там вообще из людей встречали? Встретили ли там что-то современное или там, не знаю, кто-то на лодке проплыл? Тоже это надо как-то записать. Может быть, там с ними поговорить, что скажут. Опять же, это как-то зафиксировать. То есть, это вот целая отдельная прям работа зафиксировать эти Волоки. Ну вот, собственно говоря, у меня получилось чего? 12 направлений для наблюдения. А сколько, Евгений, человек на лодке получается? На лодке 7 человек. Поэтому... Поэтому надо укрупнять. Надо укрепнять. И вообще, меня, знаешь, очень интересует, каким образом ты вот это все записываешь? Как формат? Я думаю, может быть, напечатать такие альбомы на каждый этап лучше, чтобы это все не превращалось в замусоренную какую-то груду бумаги. Все-таки будут суровые условия. Соответственно, нужно как-то придумать какой-то формат тетради, где была бы перечислена роль, что человек записывает. И чтобы он каждый день это записывал. полностью поддерживает. Вот. Но надо как-то это самое. Я думаю, что на три роли максимум. Потому что будут дежурные, которые будут не до того. Будут операторы, которые тоже будут не до того, они будут снимать. И там как бы вот, ну, три человека, которые будут писать. Нужно поделить как-то тематически. А сколько будет вести человек, а сколько этих самых вахтенных будет на судне? вахтенный. Ну, что такое вахтенный, видишь? Это один человек, который там, допустим, сидит за рулем. Но если вот селись на весла, то это уже четыре на веслах или шестеро на веслах, соответственно, весь экипаж и один на руле. Вот. Ну, будем пытаться как-то успевать. Может быть, может быть, правильно формат диктофон. Потому что далеко не всегда можно на открытой лодке вытащить даже тайминг не всегда удается сделать вовремя. Ну, здесь, да, здесь надо подумать, конечно. Это то, что я расписал, это был бы в идеале. Я понимаю, что это... Хотя даже вот то, что я расписал, это вообще просто совершенно очевидные, примитивные, поверхностные вещи. Но даже если эти очевидные, примитивные, поверхностные вещи будут зафиксированы, это будет фантастическая информация, которую никогда, нигде, ни в какой вообще в мире не добудешь. Поэтому тут имеет смысл напрячься и что-то записать под этим параметром. Я согласен с тобой, что напрячься нужно будет, давай просто подумаем хорошенько, как мы вот это все нужно сделать, приготовить инструменты для тех, кто это будет делать. Вот. Соответственно, вижу сейчас как отдельные тетрадки для каждого на каждый день. Допустим, если у нас три человека будут заняты, то есть у них у каждого тетрадки каждый день помечен, и вот он на вот эти вопросы отвечает. Вот. Надо подумать, как это сделать, чтобы раздать, чтобы люди не знакомы с этой историей. Но я думаю, что это интересно очень. Будем друг другу помогать. И, в принципе, да, эти тетрадки могут потом от команды к команде переходить по направлениям людей. Может быть, от команды в команду, может быть, каждая команда начинает новой, потому что, повторяю, чтобы они не рассыпались, но они будут храниться как отдельные журналы, вот, потому что на 90 дней в таких условиях хранить журналы очень сложно будет. Они просто у нас рассыпятся там от воды, вот это еще чего-то. А так мы их поделим, на это. Соответственно, там будет автор у каждого этапа по своей. Обязательно. Да. Давай нужно сделать, ну, в общем, нужно быстренько сверстать вот эту штуку, чтобы я мог напечатать такие журналы. Ну, я могу подготовить еще, ну, как, укрупнить и вопросы расписать эти как-то так. на первой страничке оказались эти вопросы, а дальше человек просто дату ставит, координаты, где пишет, время, когда записал, и все пусть пишет по этим вопросам дальше. Ну, да, видимо, так. Видимо, так. По стому варианту. Ну, собственно говоря, так. Ну, да, еще одно направление. Антропология, командная динамика тоже очень важно было бы, чтобы кто-то пронаблюдал. Слаженность работы, усталость команды, конфликты возникавшие, там, эргономика на судне, где что удобно, что неудобно, заболевание травмы, смена команд, режим дня усталости, бодрость, холод, грелись, сушились. Вопросов не счесть. Но ведь это надо как-то, чтобы оно где-то было зафиксировано. Да. Поэтому, поэтому вот вопросы такие поставлены. Ну, а дальше, собственно говоря, уж как оно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!